На канале Россия 24 программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Здравствуйте. Сегодня в Абакане состоялась репетиция одного из мероприятий Парада Победы. Свидетелями событий Вечного Огня стали случайные прохожие. То был наш черный год. Год 41. В праздничном сценарии организаторы обещают немало новшеств. Впервые возложение венков участвуют знаменоносцы. Кстати, военных в этом году будет задействовано гораздо больше, чем раньше. Традиционную вахту памяти будут нести и школьники. Но на первой репетиции их не оказалось. Все происходящее Вечного Огня будет транслироваться по телевидению, в том числе и на канале Россия. Напомним, формат праздника Великой Победы в Абакане решено немного поменять. После ритуала памяти все действие переносится на Первомайскую площадь. Официальные лица оттуда убывают. Знаменная группа, почетный караул и официальные лица вместе с ветеранами, с нашими уважаемыми Великой Отечественной войной убывают на Первомайскую площадь, где в 10 часов начнется непосредственный митинг. Разбойное нападение на АЗС «Маинский ключ» раскрыто. Напомним, ограбление заправки произошло 3 апреля. Неизвестные в масках ворвались в помещения станции и, угрожая предметам, похожим на пистолет, потребовали отдать деньги из кассы. При этом нападавшие сильно избили охранника. Забрали 3,5 тысячи рублей и несколько карт экспресс-оплаты мобильной связи. В результате оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей поселка Майна и один из Сайногорска. Всем от 20 до 30 лет. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, похищено и изъято. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Неожиданная находка на одном из участков в Красном Абакане. При вспашке земли хозяин домовладения обнаружил фрагменты предметов старины, скелетированные останки человека и животных. Это произошло накануне вечером. В Следственном комитете начали проверку. Устанавливается давность останков, возраст, пол, наличие или отсутствие травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время, исходя из давности захоронения, можно сделать вывод о том, что это действительно является не криминальным случаем, а именно обнаружено древнее захоронение. И полагаю, что будет принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела. Жители стандартной Абаканской девятиэтажки по улице Некрасова, 25, второй год платят за тепло больше, чем их соседи. Делают это вынужденно. Их дом так называемый транзитный. Через подвал проходит тепломагистраль, которая подключена соседняя многоэтажка. Ситуацию разбирался Виктор Лушников. 20 лет жители двух соседних домов по Некрасову, 25 и Чертыгашеву, 135, не задумывались о том, сколько тратят за тепло. Платили по нормативам, все одинаково. Но с 2012-го им установили теплощетчики. И в платежках жителей Некрасова, 25, суммы оказались значительно выше, чем у жильцов соседнего дома. Председатель ТСЖ Виктор Мальчиков обнаружил в подвале удивительную вещь. Оказывается, к теплотрассе, которая отапливает их дом, подключена соседняя многоэтажка. Вот если к нам, я как вам говорю, пришло столько килограмм, этих гигокалорий, там оно уже меньше туда приходит. Разница в температуре воды на подаче небольшая. Но если перевести в гигокалории, получается, что жители первого дома получают тепла на 15% больше. Соответственно, и платят больше. Жители вот этого дома, в Некрасове, 25 за лишнее тепло платят. Которое этому дому не нужно. Нам такая температура не нужна в этом доме. Если мы только прижмем, то означает мерзнуть. Причина банальна. В свое время строители решили сэкономить на прокладке отдельной трубы к соседнему дому, как положено по всем нормам. И теперь за их ошибку платят владельцы квартир. Жители обращались в управляющую компанию в теплосети. Сегодня к проблеме подключился заместитель мэра Абакана Виктор Константинов, курирующий вопросы ЖКХ. Он согласился с тем, что ситуация нестандартная. Решать ее должны совместно ТСЖ, управляющая компанией теплосети. Возможны два пути. Возмещение жильцам потерь за транзит тепла и отдельная врезка в теплотрассу для второго дома. Это уже должна рассматривать теплоснабжающая организация. Что ей выгоднее? Или постоянно потери вот эти вот возмещать, ну, собственников. Уменьшать объем потребляемой относительно потери. Или, может быть, один раз потратиться и решить вопрос кардинально. И таким образом снять вопрос транзита. Кстати, ситуация с домом Панекрасова, 25, для Абакана не уникальна. В городе есть еще десяток транзитных многоэтажек, которых тоже необходимо урегулировать. Вопросы со справедливой оплатой теплоснабжения. Виктор Лошников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Подари книгу. В Хакасии стартует акция, приуроченная к программе сохранения и развития малых сел республики. Напомним, 78 сел нашего региона с населением менее 100 человек попали в республиканский проект. С его помощью у деревень появился шанс не только выжить, но и реально улучшить условия. А проблем много. Ветхое жилье, плохие дороги, отсутствие во многих отдаленных деревнях медицинских пунктов, а также услуг сотовой связи. Сегодня на их решение выделяют средства. Между тем, практически во всех малых селах нет своих библиотек. А там, где есть, книг совсем мало и те в ужасном состоянии. Специалисты Министерства экономики Хакасии объявили о сборе литературы. Принимать книги будет фонд «Центр молодежных инициатив и проектов». В первую очередь нужна детская литература, сказки и энциклопедии. Мы находимся по адресу Дружбы народов 2А на втором этаже, и мы готовы принять книги для того, чтобы дети, подростки, проживающие в малых селах, могли читать литературу, ознакомиться. Я думаю, что многих книг они даже не видели. Если эти книги будут новые, либо в очень хорошем состоянии, мы рады будем принять их для того, чтобы доставить их молодым и маленьким гражданам республики. Сегодня в Республиканском центре дополнительного образования детей подвели итоги ежегодного творческого конкурса «Твори добро». В этом году были две основные темы, в рамках которых юные мастера делали поделки. Это «Казачье подворье» и «Мир сказок». Больше всего работ было посвящено любимым сказочным персонажам. Каждый год в конкурсе появляются новые направления. В этом году особенно ярко дети проявили себя в изготовлении элементов интерьера. Победители определили в восьми номинациях. Впервые специальный приз детям предоставила Федеральная антимонопольная служба. Для них подобный детский конкурс – это пример здоровой конкуренции. Борьба должна быть честной, правильной, по определенным правилам. Соответственно, мы с удовольствием приняли участие в данном конкурсе детских поделок. Подготовили определенные подарки для детей. Я думаю, они очень были довольны. И мы хотели бы и для предпринимателей, как сказать, что нужно честно и конкурентно работать и не допускать недобросовестной конкуренции. Брать пример с детей. Брать пример с детей, да. Сегодня день космонавтики. Начало этой знаменательной дати было положено в 1961-м, тогда первый в истории человечества полет в околоземное пространство протяженностью в 108 минут совершил Юрий Гагарин. Это событие по значимости было сравнимо, пожалуй, с Днем Победы. А какое значение дата 12 апреля имеет для наших современников? И может ли она претендовать на статус «Красный день в календаре»? Наши корреспонденты узнали у жителей Хакаси. Однозначно, я считаю, что необходимо прямо сделать красным днем календаря. Я считаю, что, наверное, тот прорыв, именно я считаю, что прорыв, и он произошел именно в нашей стране. Не важно, какой назывался тогда Советский Союз или Союз Социалистических Республик, не суть важна. Главное, что это произошло на нашей родине. И первый человек, все-таки в космос, который полетел, он был наш, именно российский, русский человек. Конечно, вы не представляете, как здорово было. Я помню, мне было лет 10, как люди братались вообще. Какая радость была. Единение нации. Раньше, да, имел. Он вызывал чувство гордости. Советский Союз, космонавтика. Сейчас нет. Мы скатились уже до такой степени, что уже не вызывает никакой гордости. Да никак. Ну, нигде не справляется все равно этот праздник. Наверное, в школах, ну, в садиках делают день космонавтика. Это знаковое событие для всего человечества. Хотелось бы, конечно, этот день отметить отдельно.